Герои Герои Кирюха, спасибо за то, что ты осуществил мою мечту, стал военным, получил погоны лейтенанта. Как только ты родился, я сразу стала мечтать о том, чтобы ты поступил в Суворовское училище и стал военным, как мой отец, твой дед Псурцев Александр Викторович. Он начал свой воинский путь в Беларуси, потом получил назначение в Узбекистан, город Ташкент, а закончил свой путь военного в войсках, которые служили в Германии, был замначальника командного пункта ПВО под Берлином, город Венсдорф. Вся наша семья мечтала, чтобы ты стал военным. И вот ты поступил в Суворовское училище. Суворовское училище. Суворовское училище. Парадо получил благодарность президента. Мы все были очень счастливы. Когда стал вопрос, куда поступать, в военную академию ты не захотел поступать. Парадо сказал, что я туда не пойду. Институт пограничной службы пошел с недоверием, поступлю или нет, потому что это очень престижная специальность и много желающих туда поступить. Но поступил, целый год ты провел в Сморгоне. Там принял присягу и первые свои звания. Младший сержант, сержант, пограничник, это не просто служба, это судьба. А закончил институт пограничной службы в должности курсанта, старшим сержантом. Надеюсь, что и дальнейшая служба твоя, начиная с лейтенанта, будет успешной. И ты выбрал верный путь. Я тобой очень горжусь, очень люблю. И желаю тебе всего самого хорошего, а самое главное крепкого здоровья. Детство моего сына Кирилла прошло, я считаю, трудно и правильно. Потому что честь, достоинство формируется, закладывается с малых лет. И привычка к труду закладывается с малых лет, с юных лет. Поэтому я горжусь своим сыном, что он все-таки не сдался, не уступил соблазнам. С достоинством окончил Суворовское училище, которое формирует характер, стойкость, закаляет и готовит к продолениям трудностей по жизни. Что, естественно, очень хорошо для молодого парня. После Суворовского училища он выбрал себе жизнь военного. Поступил в институт пограничной службы. Что, естественно, меня радует, человек нашел себя. Человек, парень, воин, готов после окончания института служить честно, добросовестно своей отчизне. Я ему говорил, что надо помнить, что Родина одна у человека. И надо ее кому-то защищать. Кому-то остаивать ее целостность. И уважать то, что оставлено нам предками. Поэтому он выбрал такой путь. Путь защитника Родины. Я понимаю, что это очень тяжелый путь. Я понимаю, что, получается, где-то 8 лет он провел четко в распорядке дня. С утра до вечера. В сапогах, в ботинках, в форме. Независимо от погоды, от капризов. На плаце, на занятиях. Что сформировало его, как достойного гражданина нашей республики. Я бы хотел пожелать ему дальнейших успехов в его нелегком выбранном пути. Пожелать, чтобы он добивался то, что он планирует. Чтобы он шел по служебной лестнице достойно. Чтобы не было никаких у него тяжелых ситуаций по жизни. И препятствий. Чтобы он понимал с целью задачи, которую ставит перед ним руководство нашей армии и нашей республики. Чтобы добивался успехов в своих трудах. Я еще ему говорил, что не надо с нас недостигнутым. На мой взгляд, учитывая то, что у него все-таки хорошее познание в области истории. В области других наук. Ему надо готовиться к научной работе. Готовиться к кандидатскую, защищать. Потому что я сказал, что сейчас такое время, чтобы необходимо обязательно быть со сторонней развитым воином. Со сторонней развитым человеком в нашей республике. Новое веяние. Новые технологии идут. Новые задачи ставятся. И только грамотный, образованный человек может делать хорошие дела и достигать успеха. И то же самое способствует развитию нашей республики. Республики. Новое веяние. Новоréal. Новости. Новости. Здравия желаем, товарищ генерал-майор! Ура! Верность к боевому знамени, высокая дисциплина, культура, уважение к подчиненным, понимание долга, глубокое чувство ответственности. Вручение у дипломов. Приступить! Пять лет пролетело, прошло, и как будто их не было. И кажется, даже они незаметно прошли. Когда же стоишь на плацу в офицерских погонах, Почувствуешь с грустью, они безвозвратно ушли. Сегодня мы все отмечаем тот день, до которого Мы шли через все по дороге длиною в пять лет. Жмем руки друг к другу, прощаясь, бросаем до скорого. А сами не знаем, увидимся мы или нет. И вот, растворившись средь шумной толпы, уезжаем На север, на запад, на юг или дальний восток. И знаем, что ждет впереди наша служба нелегкая И будущий путь ровно в пять раз, чем прежний далек. Давайте сегодня мы думать не будем о будущем Давайте веселье сегодняшний день проведем А завтра, собравшись, мы снимемся с места привычного И каждый по жизни пойдет своим сложным путем Давайте веселой боку Все нормально, погода нам не препятствует Хорошее настроение Поздравляем с вручением звания лейтенанта Желаем успеха, здоровья, благополучия Послуг и предвещения Всех жизненных благ В жизни вам в жизни все будет хорошо Наконец-таки эти мучения закончились Может не мучения, дай бог, чтобы все было хорошо Да, с праздником, Кирилл, поздравляем тебя все Я отучился, закончил, все хорошо Все, теперь свободы какая-то отплесить Да, сейчас спадешься Распределение есть какое-то Да, на Пинск Сейчас пообщаемся с родными А еще надо монетку кинуть, да? Это потом, это когда будет прохождение Законы чести нельзя придумать и вписать их в уставы и учебники Поросы, мирные люди Сердцем отраны, я родной земли Широ сомнуем, силы готовим Мы украсть завистой, больной земли В органах пограничной службы Особенно торжественный день Выпуск в станту и слушателей Окончився институт пограничной службы Республики Беларусь Завершены напряженные годы учебы И офицерский корпус пограничной службы Пополнен 199 офицеров Я как ветеран Великой Отечественной войны Поздравляю молодых офицеров с окончанием пограничного училища И дальнейшей работы по охране государственной границы Вы офицеры Вам доверено право рубежи охранять Нашей славной отчизны Так будьте примером Свято, честно, достойно свой долг выполнять И в этот по-особому торжественный день вашей жизни Позвольте обратиться к вам со словом приветствия Митрополита Минска Заславского Павла Патриаршего экзарха всей Беларуси Многоуважаемый Василий Слепанович Достащимые члены преподавательской корпорации Уважаемые родители Дорогие студенты и выпускники Сердечно приветствую вас и поздравляю с завершением института Сегодня выпускники получают дипломы Об окончании института пограничной службы Республики Беларусь Диплом подтверждает не только вашу квалификацию Но и свидетельствует о пути, пройденном вами за годы обучения в институте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА